привет привет друзья как нас видно слышно поставьте плюсики в чате и видите ли вы слайды отлично спасибо вам за обратную связь с вами сегодня Михаил Булавцев и Лилия Донскова и сегодня тема нашего семинара это как не делать заказы от 150 баллов ребят скажите пожалуйста почему вы пришли на этот семинар какие у вас есть может быть уже запросы вопросы о чем вы уже подумали вот когда вы увидели тему такой семинара как не делать заказы от 150 баллов ничего вас не смущает в этом названии давайте немножечко пообщаемся и дадим возможность нашим коллегам еще присоединиться все это супер мы тоже очень скучали и рады что наташа наконец-то с компьютером с интернетом кто скучает кто давно не появлялся всех ждем скайпе хитрый ход да ничего не придумали да это действительно был очень хитрый ход потому что мы сейчас раскроем его вы сегодня на протяжении этого семинара узнаете почему именно так мы назвали эту тему и сами уже все поймете и так приступаем что для вас значит 150 баллов пишите пожалуйста в чате может быть это вы считаете очень много и сложно или это нереально или я никогда столько не смогу купить кто так думает поставьте плюсики и хочу обратить ваше внимание сегодня семинар у нас про 150 баллов как их не сделать суть не в названии а в смысле семинара мы сейчас хотим не только создать групповую тв продуктовую коммуникацию то есть объяснить как делать заказы как искать клиентов в первую очередь для нас важно 150 баллов не сам товарооборот а возможность получения зарплаты возможность получения всех премий бонусов то есть все возможности от компании арифлейм начинаются с личных 150 баллов поэтому такой семинар сегодня проводим так если для вас это сложно да а может для кого-то это совершенно несложно вы просто понимаете что это заказ всего лишь на 6000 рублей по цене каталога это легко я собираю такие заказы в течение каталога это значит что я себе все покупаю и у меня есть пять десять человек которые выбирают себе продукцию каждый каталог примерно на 500 рублей то есть пять десять человек из моего окружения у кого такая ситуация уже сформировалась что это просто это легко в этом нет никаких сложностей у кого такая ситуация поставьте плюсики кому пока это сложно к себе примерить поставьте минус да лена мы вчера видели уже твою хвалюшку такую сегодня на планерке озвучивали очень рады и очень рады за тех людей в прошлом каталоге у нас семьдесят пять человек были которые у нас активно совершают заказы для себя для своих клиентов родственников от 150 баллов и выше и мы стремимся к увеличению данного числа к увеличению людей которые получают зарплату в нашей команде двигаемся дальше я вижу и плюсики и минусы это очень хорошо и так что же такое премьер клуб почему об этом говорим это выгодно это скидка 32 процента не 20 как у всех а 32 смотрите внимание сейчас на слайд я вам буду прям показывать у нас к примеру один из наших партнеров ган мария разместила заказ на сто пятьдесят девять баллов а мороз елизавета на восемьдесят девять вы видите разницу да что здесь чуть чуть меньше тысяч чуть больше и еще у нас получает что ган мария на уровне девять процентов ее максимальный уровень сейчас пока шесть у мороз елизавета пока нет сейчас уровня здесь вот у нас пусто но максимально ее результат был 6 процентов то есть когда-то она выходила на этот уровень смотрите сейчас на что получается а скидка премьер клуба девятьсот двадцать рублей у маши да то есть за то что она сделала заказ на сто пятьдесят девять баллов получает не просто 20 процентов то есть 20 процентов мы все сразу получаем мы это видим у всех одинаковые накладные и у всех одинаковый расчет сто ой 20 процентов сразу с минусовывается а вот эти деньги которые начисляют за премьер клуб когда у нас увидят маши эти деньги в следующем каталоге то есть каталоге номер один ей эта сумма будет списана от суммы заказа это выгодно то есть представьте что она сделает заказ в следующем каталоге тоже на сто пятьдесят девять баллов но уже она будет платить не полную сумму а за минусом девятьсот двадцать по премьеру и минус объемная скидка то есть у нас сразу же идет получение скидки 32 процента и объемная скидка от командного товара оборота конечно это супер выгодно быть премьер клубе еще дополнительно 50 процентов скидка на самый дорогой продукт это тоже греет не только душу да но и наши полочки а который пополняется приятными покупочками это вот такой маленький пример смотрите у нас есть люди в команде которые вышли на уровень но вот сейчас на девяти процентах максимальный результат 12 будет в 12 этом каталоге то что это буквально свеженькая распечатка вчерашнего дня и посмотрите у оксана нет заказа и пусто в этих графах то есть у нее нет нигде выгоды ни за команду не за личный заказ хотя вы можете увидеть что групповой товарооборот больше чем у два раза в два спорта практически в два с половиной раза больше чем мария ган которую назвали только что да а у сандольской галины тоже самая ситуация нет личного заказа соответственно пусто нету денег то есть о чем это говорит на что маркетинг план очень мудрый и деньги получают те люди которые работают то есть если человек не работает он не рекрутирует он не размещает заказы зачем компания ему будет платить логично кто согласен поставьте плюсики кто считает что нет надо платить всем достать да я тоже ставлю плюсик жирный это справедливый маркетинг план кто работает тот получает я очень часто разговариваю с людьми когда я говорю про 150 баллов особенно людям которые были в других сетевых компаниях они говорят у вас такой маленький личный заказ должен быть 6000 это легко потому что во многих компаниях есть заказы где нужно делать от 10000 заказа от 20 вот это действительно сложно есть люди из других компаний которые думают что заказ на 6000 это не за три недели за каталога ежедневно и у нас сегодня очень удивляются и очень удивляются когда им спустя неделю сообщают поздравляют с огромным личным заказом и люди выясняют что оказывается это нужно было необходимые такой минимум ежекаталожный а не ежедневный еще раз про скидку смотрите 20 процентов скидки вы увидите сразу она у всех одинаковые даже если вы берете один продукт за 100 рублей вам все равно делают скидку 20 процентов остальные 12 мы их видим сразу в распечатках вот они у нас 12 процентов вот видим у маши уже начислено 920 рублей за личный заказ это обозначается скидка пк и они будут списаны эти деньги в следующем каталоге сразу как только первый заказ маша делает они будут с минусованы от общей суммы заказа это понятно поставьте плюсики а мы пока двигаемся дальше итак как работает схема продвижения продукта нам нужно подготовить инструменты для работы это каталоги визитки пробники внешний вид текст обращения с которым мы будем подходить к людям мы раздаем каталоги и собираем каталоги все очень просто если немаловажно улыбка на лице настоящие искренне это внешний вид сейчас мы об этом поговорим давайте расскажем и так как же работает схема продвижения продукта приготовили инструменты для работы каталоги подписываем делаем закладки на самых интересных страничках чтобы быстрее могли сами сориентироваться и показать нашим клиентам делаем визитки пробники выбираем те которые представлены в этом каталоге то есть если представлены это визитку она показывает или их можно купить у нас в бизнес аксессуарах мы просто покупаем такие визиточки их подписываем про пробники берем те пробники на которые на продукцию которую в каталоге предоставлены большие скидки то есть та продукция которая будет наиболее популярна в данном каталоге и конечно же внешний вид опрятный позитивный запоминающийся акцент в таком строгом в деловом стиле мы же ну желательно чтобы не было рваных джинс футболки то есть лучше придерживаться такого делового стиля ну и конечно же улыбка на лице искренне улыбка это понятно ребят каким акцентом может быть вот для девушки это какой-то яркий шарф и значит вы в следующий раз тоже в нем придете чтобы вас запомнили это может быть неординарный какой-то а прикидон макияж прическа что-то необычное что будет вас выделять из толпы чтобы вас запомнили следующий раз вы приходите опять так же чтобы вас вспомнили быстрее то есть да вам нужно чтобы вас запомнили заприметили и узнали сразу до чтобы зацепиться до миша раньше вообще не улыбался вот поэтому все понятно переходим к следующему слайду как работает схема продвижения продукции нужно составить план где вы будете показывать каталоги во первых количество каталогов вот мы не проговорили но их должно быть минимум ну штук семь восемь десять хотя бы потому что если их у вас один каталог то вы его отдаете одному человеку если вы только через два дня заберете отдадите следующему то вы за каталог за 21 день сможете показать его только максимум 10 людям если же у вас 10 каталогов то вы можете каждый день показывать новым людям каталоги каталоги имеют свойства теряться оставляться передаваться третьим лицам поэтому имеется в виду что часть каталогов хоть она и малая часть но все же будет оседать где-нибудь вот а где мы работаем смотрите у нас есть вот прям четкая схема как мы работаем это и список знакомых обязательно и список магазинов и офисов у нас такой принцип с мишей мы заходим в каждую дверь мы не пропускаем если мы заходим на рынок например первый раз мы в каждой точке оставляем каталог да лучше заказать 10 20 мы в каждом заказе оставляем каталоге у нас их надо бывает даже 20 и это намного облегчает работу и сокращает время работы мы считаем лучше вложить деньги в каталоге чем потерять кучу времени если в одно и то же место ходить и раздавать три каталога потом их забирать передавать другим людям лучше сразу на всю улицу отдадим в один день соберем и опять отдадим следующему же дальше а дома радиуса двух кварталов мы не отдаляемся не отдаляем ни разу не ни разу не отдалялись то есть вот в основном все в пределе радиуса одного квартала один два квартала это доверяем смотрите а если мы контактируем вот смотрите контакты если мы работаем с ознакомыми есть не знакомым 10 человек из 10 закажет 8 и знакомых или с 10 незнакомых закажет 1 2 с первого же взгляда как говоритсяе ли с первого просмотра переми с первого контакта вот если мы смотрим по времени то на теплый рынок, на одного знакомого уходит от 30 минут на человека. То есть это зависит еще от того, где живет ваш человек. До некоторых знакомых иногда ехать полдня надо, туда и полдня обратно. В эти 30 минут будет входить общение, вы же не приедете к своему знакомому, просто показать каталог, все, смотри каталог, и ни о чем больше не разговариваем. Сюда нужно плюсовать в зависимости от того, как вы долго с человеком общались, не общались. То есть личное общение, смотрите каталог, пьете чай, делитесь информациями, рекомендациями, что попробовали. Даете попробовать что-нибудь, да, с собой обязательно. То есть как минимум 30 минут на одного человека уходит. Если мы говорим о холодном рынке, то чтобы раздать 10 каталогов, уходит примерно 10 минут. 10-15, максимум 30. Если у вас рядышком мало магазинчиков, офисов, да, тогда, конечно, времени уйдет чуть-чуть побольше на ходьбу еще. Раздаем максимум, да, вот 15 минут, а собираем всего час. Почему час? Потому что мы, когда собираем каталоги, мы уже немножечко начинаем с человеком работать. Чуть-чуть, да, входить в его зону, да, стать ему комфортным нужно, сделать комплимент, пообщаться. Ты меня откликаешь вот этим. Да, то есть мы должны, даже если не будет заказа, мы должны оставить о себе вот такое классное впечатление, чтобы когда в следующий раз человек нас увидел, он от нас не прятался под прилавок, не прятался, да, за дверь, чтобы он не боялся, что мы будем ему навязывать продукцию. Самое главное, ребят, первая встреча – это продать себя как интересного собеседника, как вообще позитивного солнечного человека, которого интересует не продажа, а интересуют сами люди в первую очередь. Все это поняли? Поставьте плюсики или минусы. Именно об этом я и хотел сказать. Ну, это моя тема. Хорошо. В зависимости от того, куда вы идете, в какой магазин, можно пройтись по магазину, посмотреть наименование продукции, товаров, которые предложены в магазине, то есть показать заинтересованность не только в своих каких-то целях, познакомиться, отдать каталог, но и проявить интерес к самому магазину. Лишний повод пообщаться, спросить о чем-либо у продавца, у консультанта, у менеджера. И мы стараемся делать покупочки не в одном месте, как принято, кто-то уезжает в Ленту, в Метро, в метро, как он называет. Мы делаем покупочки в разных местах. То есть сделали покупку, оставили каталог, потому что все равно мы постоянно являемся потребителями продукции, которые продают эти люди. Вот так. Это понятно, правильно? Двигаемся дальше. Мое. Как работает схема? Мы, раздавая каталоги, должны к человеку сделать обращение. И оно самое простое, должно быть очень короткое. Во-первых, нужно улучшить момент, чтобы человек не был занят, чтобы он обратил на вас внимание. И если вы заходите и видите, что он работает с клиентами, подходить в это время нельзя, отвлекать человека нельзя. То есть либо вы потихонечку дожидаетесь, когда люди уходят, потому что человек на рабочем месте, он зарабатывает деньги. Вы не можете сейчас взять и вклиниться к нему. Это его будет раздражать и вызывать недовольство. А еще, может быть, да, настучат ему по башке. То есть осмотритесь. Если человек не занят, вы его, значит, рулите к нему с улыбкой на миллион долларов, смотрите в глаза и говорите, здравствуйте, добрый день. Обязательно вот эти два приветствия. Здравствуйте, добрый день. Для вас бесплатная курьерская доставка модного каталога Арифлейм. Еще раз. Для вас бесплатная курьерская доставка. Это ключевое слово. Нужно слова проговорить выразительно, четко, улыбаясь. Вы знаете, ребят, в этот момент вы являетесь курьером, который обязан доставить каталог до человека. Меня зовут Лилия, я заберу каталог через два дня. Успеете посмотреть? Если человек говорит, ой, да мне не надо, там что-нибудь такое, вы говорите, покупать не обязательно. Вас как зовут? Ольга, очень приятно. Записывайте себе на листочек, я блокнот всегда с собой ношу. Или Миша прям в телефон тут же забивает. Ольга, какой это отдел или какой салон, аптека. И я сразу говорю, покупать не обязательно. Когда человек берет все, если все позитивно, говорит, да, круто, супер. Я говорю, ой, отлично, я зайду за заказом через два дня. То есть покупать не обязательно, я зайду за заказом через два дня. Чтобы у человека отпечаталось за заказом, зайду, значит, надо сделать заказ. Это очень позитивная, классная установка. Если люди не берут, вот говорят, нет, 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 нам не надо, мы этим не пользуемся. Я говорю, будьте добры, просто помогите мне по-человечески. Я должна отчитаться в фирме, что всем доставила каталог в этом районе. Пусть он просто полежит у вас вот тут вот на краешке стола, не будет мешать, нет. Ой, всего пару дней, а я зайду и заберу, хорошо? Ой, спасибо вам огромное, вы такой милый, позитивный человек. Меня зовут Лилия, а вас? И все, обязательно знакомлюсь, обязательно какой-то маленький комплиментик. Говорю, вы такой позитивный, отзывчивый человек. Спасибо вам огромное. А вот теперь скажите мне, пожалуйста, какая девушка, видя перед собой, пускай те же два дня, новый красивый каталог Арифлейм, сможет не заглянуть в него? Я таких не знаю. Даже если она отказалась вначале, отказывалась брать каталог за эти два дня, она обязательно и, возможно, даже не один раз посмотрит его, почитает, ознакомится с ценами, с продукцией и возникнут какие-либо вопросы. Все на практике это было проверено, поэтому вам со стопроцентной гарантией такое заявляем. А еще мы заметили, что чем больше человек отказывается, тем обязательно он закажет. Чем дольше он говорит нет, потом обязательно к нему приходишь, а он с листочком уже выписал заказ. Или с вопросиком, а я вот это увидел, или то. Так, по этому слайду все понятно, записать текст успели. Вы можете немножечко что-то добавлять. Можно сразу говорить комплимент человеку какой-то. То есть вы смотрите по ситуации. Главное, чтобы вы были открыты, позитивны. Чтобы не было в глазах этих баксов, как у Сокруджи Макдак. Просто цель наладить контакт, произвести классное впечатление, чтобы вас запомнили, чтобы вас уже заприметили. Всем понятно? Поставьте плюсики или минусы. Если есть вопросы, задавайте вопросы. И следующий шаг – это как забрать каталог. Вот тут нам, ребят, обязательно пробники мы всегда с собой носим, потому что уже с первого контакта может человек сразу сказать, ой, круто, круто, а у вас есть вот такая водичка. Вы должны тут же достать пробники и начать работать с человеком. Если он тут же, знаете, как говорится, куй железа, пока горячо. У нас такая ситуация была, что мы отдали девушке каталог. Пока мы отошли напротив, отдали каталог, она уже кричит, ребята, ребята, вернитесь ко мне. Мы к ней вернулись, а она просто на первой страничке увидела туалетную воду Giordani Gold Essence и говорит, мне вот эту принесите. Это был 15-й каталог, старт продаж парфюмированной воды Giordani Gold Essence. Вспомните ее цену, она была 1800 с чем-то для клиентов. И она, не раздумывая, даже не пробуя аромат пробники, она сразу же по каталогу определила, поняла, что это ее и заказала. Вот, мы прям вот только отдали, она мне вот это принесите. Все, то есть быстрое принятие решения, даже без всяких, как говорится, отговорок. Как собирать каталог? Здравствуйте, добрый день, меня зовут Лиля. Помните, я вам оставляла каталог Арифлейм? Посмотреть успели? Что себе выбрали, на что обратили внимание? Или чем захотели себя побаловать? Что вам особенно понравилось? Ребята, запишите вот эти ключевые вопросы, потому что человек может посмотреть и уже с листочком вас ждать, а может быть он его пролистал бегло и как бы ничего не зацепился, внимание. Если человек ничего не выбрал, то по ситуации смотрим, мы говорим, окей, откладываем каталог, не нужен он нам, прям демонстративно его чуть-чуть в сторону, чтобы человек, знаете, как вот этот страх, что его заставляют что-то купить, чтобы он ушел. Убираем каталог в сторону, переходим к тестированию ароматов. Вы какие любите? Свеженькие, цветочные, восточные, цитрусовые. Говорите, да, и начинаем. Вам какой сейчас аромат интереснее для себя или для любимого? Любимый имеется? Да, то есть что-то такое, вот вы говорите, позитивное, да, просто подбираем. Покупать не обязательно, мы просто, да, чтобы знать ваш вкус, подбираем вам аромат. Начинаем пробовать. Ребята, девчата, это очень классная игра. Просто попробовать ароматы, узнать их получше, познакомиться с человеком, разговориться. И я говорю, а кстати, вы обратили внимание, какая акция сейчас идет в каталоге? У нас сейчас очень много акций, где парфюм идет, например, в сочетании с тушью или с дезодорантом по очень-очень выгодной цене. Наверняка вы это заметили. И я всегда обращаю внимание, а обратите внимание, какая акция. А посмотрите акцию с пледом. Вы заметили или не заметили? У нас заказали с Мишей кучу пледов. Люди даже сами собирали заказы своих, вот своего окружения, чтобы набрать на плед. За счет этого у нас просто, мы даже труда особого не прилагаем, они сами все делают. Мы просто им подкидываем идею, что можно поучаствовать в этой акции не за счет своих ресурсов. Если, например, у вас нету 1200, и чтобы купить столько продукции, но вы можете показать кому-то каталог? Например, нам люди отказали, или мы до них не можем добраться, или это сменщица, или это сестра, там мама, тетя, дядя. Вы можете взять каталог домой, показать его кому-то из своих близких. И если у вас заказ составит 1200, то плед ваш. Окей? Окей. Давайте попробуем? Давайте. Все, ребят, то есть надо включать немножечко смекалку, как человеку найти его желание, зацепиться за что-то, надо зацепиться обязательно. Я всегда акцентирую внимание на нескольких продуктах. Например, а вы обратили внимание на тушь в последней страничке? Я всем это показываю. Я говорю, вы видели, тушь стоит 500 рублей, 510, сейчас она только в новогоднем каталоге, только сегодня, только сейчас, только для вас всего 169 рублей. То есть обязательно нужно акцент сделать на 1, 2, 3 продукта. Больше не надо. Я говорю о тех продуктах, которые есть обязательно сейчас на складе. То есть прежде чем идти клиентам, пробейте, есть ли сейчас наборы, вот эти с корицей, мыльцей, тушей, еще какие-то наборчики такие вот популярные. И поэтому, если вы будете предлагать ту продукцию, которой на складе нет, кому от этого будет хорошо? Естественно, ни вам, ни клиентам. И будете терять только заказчиков и баллы. И время. Что делать, если у нас, например, клиент выбирает парфюм? Мы ему говорим, вы знаете, сейчас такая ситуация новогодняя, поэтому этого продукта можно, может быть, не окажется на складе. Давайте поступим с вами следующим образом. Мы сейчас с вами подберем несколько вариантов, которые вам прям очень нравятся. Мы их расставим в порядке. Первое, что больше всего понравилось. По приоритетам. И я, когда буду набивать заказ, я вам позвоню и скажу, вот этот есть, например, а этот нет. И вы мне скажете, какой вам заказать. Хорошо? Я записываю ваш телефон. Итак, Татьяна спрашивает, как пробивать наличие продукции на складе. Вы знаете, что у нас в каталоге указано около каждого продукта есть код данного продукта. Открываем свою корзину в личном кабинете, вбиваем те продукты, которые мы хотим проверить на наличие. Переходим во второй шаг при оформлении заказа. И нам уже будет предоставлен список, какие продукты в настоящий момент имеются на складе, каких не имеются, какие отсутствуют, которые будут зарезервированы. То есть, полный список по наличию продуктов у вас будет. Но еще ситуация такая нестабильная, то что утром может быть есть набор, а вечером нет. Поэтому лучше, если вы с человеком подберете несколько вариантов, таких вот подарочных, чтобы он был спокоен, что, допустим, нет продукта. Я всегда рекомендую дарить подарки и никогда не делать скидки. Скидки, ребят, не запоминаются. Ну, например, человек сделал вам заказ на 1000 рублей, вы ему делаете скидку 10%, 100 рублей. Ну, сделали, сделали, ему какая разница, 1000 отдавать или 900 рублей? Он даже не заметит. Но если вы возьмете с него 1000, а ему в подарок сделаете гель для душа, крем для рук, или два каких-то продукта, то это он запомнит. Или, например, набор яблока и корицы, сразу два ему подарится продукта, он это точно запомнит. Согласна? А если просто скидка, он забудет о ней через 5 минут, то, что была скидка или не было. Что такое 50-100 рублей? Да это ни о чем по нашим, как говорится, деньгам, о нашей жизни. А продукт человек будет мазать, нюхать, пробовать несколько месяцев, недель, тогда это будет хороший результат. Это очень круто. Так, по этому слайду все понятно. Когда принимаете заказ, ребят, записывайте имя человека, фамилию, обязательно оставляйте свои контакты, визиточку оставляйте, чтобы человек мог с вами связаться, и договаривайтесь о времени поставки. Обязательно. То есть вы должны с ним обсудить, какой день вы ему принесете, чтобы у него были денежки. Надо ли созвониться с человеком, или точно он будет на месте, и уже вы придете, например, уже через 4 дня, он готов вас встретить. По взаиморасчетам. Очень важный момент. Часто люди задумываются, как же быть с деньгами. Ребят, если мы работаем с холодным рынком, то есть с незнакомыми людьми, естественно, мы с них не можем взять заранее деньги. Как незнакомым людям отдавать 1000 рублей, даже 100 рублей. Поэтому вы должны сначала вложить свои деньги, выкупить продукцию. Потом вы приносите клиентам, отдаете продукцию, забираете деньги, компенсируете себе расходы, и еще и с прибылью. Второй вариант. Если в вашем городе есть возможность оформления кредита в компании, что предлагает вам данная услуга. Вы получаете продукцию в СПО, в сервисном центре, если у вас заказ в кредит, и оплатить вы его обязаны в течение 14 дней с момента получения заказа. То есть не сразу, не заранее, а в течение 14 дней. Стоимость данной услуги 2% от стоимости полного заказа. То есть в данном случае вы относите заказы клиентам, собираете деньги и со спокойной душой оплачиваете свой заказ. Из чистой совести. Вот смотрите, если клиент отказался от заказа, вы берете заказ его, не оставляете ни в коем случае, забираете заказ, берете накладную, идете в офис там, где вы получали заказ, и оформляете претензию. Претензии вы пишете «отказ клиента». И вам компания в течение двух недель, но обычно это раньше происходит, в зависимости, конечно, от того, где вы живете. Если очень далеко от филиала, то просто пока довезут претензию, пока ее рассмотрят, в течение двух недель вам денежки будут зачислены обратно на ваш номер. И когда вы будете делать заказ, то они у вас пройдут как предоплата. Вы 2% не дарите. Это вам компания «Рефлейм» дарит возможность на две недели взять бесплатно продукцию. Просто если у вас нет такой возможности, как бы выкупите ее сразу. 2% это немного. Считайте, от 1000 рублей всего 20 рублей вы отдадите за пользование кредитом. Если у вас сейчас нет 1000 рублей при получении заказа, чтобы оплатить, вы оплачиваете их в течение двух недель за пользование кредитом. И, конечно, много вариантов. Можно взять займы где-то, дать эту сумму денег, быстренько оплатить, собрать с клиентов и отдать людям, у кого вы взяли. Я какое-то время пользовалась кредитом, но потом уже выделила денежки специальные. У меня всегда лежали, что это на оплату заказа. То есть я их вот так крутила, оплачивала, собирала, вкладывала обратно, прибыль забирала себе, и я их все время крутила. Потом перестала пользоваться, потому что уже деньги всегда есть. Ну, как бы кредит, есть кредит. Это очень низкий процент. Раньше был 3, потом его снизили до 2. Это очень удобно. Так, следующий слайд. Это «Мишен слайд». Итак, как раз на тему нашего семинара «Как не делать личный заказ на 150 баллов?» мы хотим привести статистику последних 4 каталогов наших личных заказов. Но никак не получается у нас совершать заказы на 150 баллов. У нас даже для себя, для своей семьи, для трех человек, и пса, псу лапы помыть тоже, кстати, гелями, шампунями «Арифлейм», то есть 3,5 человека, и купаем его тоже гелями рефлеймовскими шампунями. У нас выходит больше 150, порядка 200 баллов только на свою семью. Что входит в эти 200 баллов? Это, конечно же, витамины, коктейли «Велнес», средства по уходу за волосами. Вы знаете, что у Лили огромная коса, у Леры тоже огромная коса. И у тебя шевелюры. И я люблю их шампунями пользоваться. Поэтому 200 баллов на нашу семью – это просто очень легко. Немножко родителям. И остальные заказы – это клиенты. Клиенты, к которым мы ходим, которые сами уже звонят, зная наш номер телефона, зная то, что мы являемся консультантами, лидерами компании «Арифлейм». И вот видите на графике, на диаграммке такие вот наши результаты. Последний столбец – это результаты текущего каталога 17-го. Даже еще половина каталога не прошло. У нас уже без малого 700 баллов личным заказом набрали. Вот такой вот график. 14-й каталог – это было 688 баллов. В 15-м у нас был рекорд. Там было 1200 баллов, но мы три наших клиента зарегистрировали самыми крупными заказами. Мы им сделали деловое предложение. И они стали нашими партнерами. В прошлом каталоге было 789, в этом 683. Пока еще. Да, пока еще. Ребят, поэтому честно вам скажем, мы не делаем это в напряг. Мы, когда раздаем каталоги, мы ставим себе цель пойти погулять. Мы просто складываем каталоги в пакетик, одеваемся, красиво наряжаемся, идем просто гулять. Мы гуляем, мы общаемся с людьми, раздаем каталоги, мы веселимся в это время, мы просто вот тусим. Да, испытываем такой, как это, драйв, какой-то легкий драйв, очень прикольный. Мы экспериментируем, мы смотрим, как люди реагируют, мы пробуем по-разному делать подходы к людям. В общем-то, всегда мы натыкаемся на позитив. Как говорится, как ты хочешь, чтобы относился к тебе мир, так и ты к нему относись. То есть, если ты улыбаешься, то мир тебе будет улыбаться. Если бы мы ставили себе цель набирать такие заказы, может быть, мы их и не набрали бы никогда. Но у нас такой цели нет, потому что мы просто ходим на прогулку, общаться с людьми. У нас цель знакомиться с людьми. И мы в основном вместе ходим. В основном вместе. С Мишей заходим. Иногда бывает, что Миша один раздает каталоги или забирает их один. То есть, это не принципиально, главное это делать регулярно. Не то, что это от случая к случаю. У нас, например, по плану два раза в неделю эти прогулки. Просто мы раздаем, потом мы собираем и тут же раздаем. Собрали, раздали. У нас каталоги дома бывают крайне редко. Мне очень понравилась фраза, я когда только пришла в Reflame, я услышала такую фразу. Каталог должен сжечь руки. Я говорю, как это понять, сжечь руки? Но это значит, что он не должен у тебя лежать дома или в сумке. Он должен постоянно где-то быть. То есть, он должен быть горячим, постоянно из рук в руки передаваться. Его нельзя просто так отдавать навсегда. Надо сразу договориться, как говорят, договориться на берегу, что я его заберу через два дня. Успеете посмотреть? То есть, два дня, все, я его забираю, и он опять горяченький, идет дальше, дальше, дальше. Переходит от человека к человеку. И активно пользуйтесь онлайн-каталогами. То есть, скидывайте ссылку на каталог своим родственникам, друзьям, с которыми вы общаетесь через соцсети, в интернете. Можно сократить время, свои силы, просто скинув ссылку. Они посмотрят в интернете каталог и также скинут вам заказ. И вы встречаетесь уже только для передачи продукции. Вот. Если вы хотите именно работать через онлайн, мы рекомендуем еще создавать группы. Группы могут быть разные, но в одной группе нельзя раскручивать много товаров. То есть, например, вы создали группу, и в ней, в этой группе, вы продвигаете только линейку Wellness. Только Wellness. То есть, вы называете группу ни в коем случае не Арифлейм. То есть, это вообще никак не должно быть связано с Арифлейм. Только Wellness и похудание, система здорового питания. То есть, продвигайте ее креативно. И очень много должно быть рекомендательных писем. То есть, конкретные люди, например, вы просите своего спонсора, вышестоящих спонсоров в чате, чтобы зашли, написали отзыв конкретный, под витаминами, под коктейлем, под батончиками, какие результаты получили, что нравится, почему рекомендовали бы другим людям. То есть, можно сделать вот такую вот группу. Если группа, например, по парфюмам, немножко ее сложновато продвигать, но тоже реально, потому что по интернету нельзя понюхать аромат. Но иногда люди покупают просто бренды. Например, если парфюм Excite Force победил и взял премию, Fifi премию, это практически Оскар. Его люди берут даже не нюхая. Просто они знают, что это Оскар, что это крутой аромат, победитель года, они просто хотят им обладать. Есть люди, которых мы называем жертвой бренда, им нужны брендовые стильные вещи. Им вообще не важно, как там будет, они просто хотят ими обладать. В принципе, можно продвигать и парфюмы, также просить рекомендательные письма, вставлять фотографии можно людей. Есть, конечно. Можно продвигать линейку, например, декоративной косметики, и там продвигать ролики. Вы можете сами их снимать, садиться перед камерой, показывать, как вы красите глазки, как ложится подводка, или как ложится тоналка на основу, без основы, как подкрашивать брови с нашим корректором, как ложится одна, то уж другая, то есть делать сравнение, показывать, вот реально только ролики должны быть короткие. Прям 2-3 минутки, максимум 5. Больше люди не любят смотреть такие объемные материалы. Лучше пусть их будет много роликов, они будут такие динамичные, по конкретному продукту. И продвигаем тогда только декоративку, либо уход за лицом, омоложение, например, группа «Омоложение», или называйте ее как-то креативненько. Можете даже сейчас в чате накидывать идеи, чтобы друг другу помогать. И двигайте в одном направлении, потому что если у вас будет винегрет в этой группе, то толку не будет никакого, это уже, как говорится, доказано. Если человек уже что-то заказывает, уже потом ему можно скидывать каталог. Например, вы раскручиваете тушь 5 в одном в группе, просто пиарите ее, там разные рекомендательные письма, показывает, что она сейчас в каталоге всего 169 рублей стоит. Люди начинают ее трендить, как говорится, набирать, писать отзывы, благодарности, а потом уже в довершении вы можете в личку также скидывать каталог. К этой туши есть еще прекрасные тени, контуры, помады и так далее. Да, пробовать можно везде. Смотрите, на Авито. Сейчас в компании вышел новый устав, он сейчас идет, как говорится, в обработке, и там прописано, что нельзя продавать продукцию через доски объявлений. То есть, если вы хотите продвигаться на Авито или на других рекламных площадках, то вы пишете, не продаю там, например, тушь или румяна или крем, а я являюсь экспертом в области, например, декоративной косметики и могу помочь подобрать румяна. Или я являюсь экспертом в области похудания и могу вам предложить для ознакомления систему здорового питания, похудения и так далее. Так, Елена спрашивает, рекомендательные письма – это как? Елена, ну это отзывы просто к конкретному продукту. Если, допустим, у вас в группе пост идет про wellness продукцию и последний пост про батончики или коктейль, мы просим лидеров или просто… Для всех, кто пользуется. Да, просто кто пользуется, кто активно питается wellness продукцией, написать отзыв о конкретном наборе, о конкретном продукте. Да, например, Миша заходит и говорит там, я пью витамины wellness, благодаря им я перестал болеть там уже, да, просто прокомментировали, написали отзыв и свой результат. Вот я пью, что я получила там, у меня растут волосы безумно там длинные. Можете для примера также в личном кабинете на сайте Reflame зайти в историю успеха wellness продукции, историю успеха лидеров компании Reflame. Там подробно расписаны их отзывы, можно сказать, их жизнь до wellness и после, фотографии. Это совсем разные люди. Можете использовать также эти статьи в своих группах, продвигая данную продукцию. Также компания и для продвижения декоративной техники, декоративной косметики, создает много роликов с различными техниками нанесения, вариантами нанесения, то есть на любой вкус. Да, это должны быть очень красивые, классные фотки, такие привлекающие внимание. А еще можно себя фотографировать, например, до нанесения туши, как выглядели глаза, да, и после, или один глаз накрасили, другой нет. Вот посмотрите разницу, какие стали ресницы, да, выразительно яркие, длинные, пушистые, а какие были. У всех эхо, ребят, или только у Валерия? Как нас слышно? По десятибальной шкале напишите в чате. Валерия, это что-то у вас. Ань, плюсик, это эхо или что, слышно хорошо? Не, у всех хорошо. А, эхо тоже. Вы вместе, что ли, слушайте? Так, ребят, сто пятьдесят баллов, это просто. Смотрите, мы берем, да, у нас три недели в каталоге, всего три недели, целых три недели. Мы берем в первую неделю, ставим себе цель набрать заказ на пятьдесят баллов. Минимум на пятьдесят. Я не знаю, как у вас получается. Мы просто практически каждый день сейчас скидываем заказы на три тысячи рублей, представляете? Я уже устала просто. Раз, опять заказ, раз, опять заказ. Завтра вот опять привезут заказ. Да, завтра получаем заказ, относим, собираем каталоги, которые вчера раздали. И опять будет заказ. То есть, ну, куда от этого деваться? Уж начали, так надо продолжать дело. Вы ставите себе цель на вторую неделю тоже пятьдесят баллов. То есть, да, слона нельзя съесть целиком, но его можно съесть по маленьким кусочкам. Поэтому дробите на кусочки, ставьте себе цель. В день десять баллов. Что такое десять баллов? Две туши. Две туши и пару кусочков мыла. Мы, да, продвигаем. То есть, берем каталог, смотрим. Так, две туши, восемь баллов. Легко же тушь предлагать? Легко. Каждая девушка берет тушь. А эту тушь берут минимум по две штуки. То есть, да, вы всегда говорите, вам сколько, две или три? Человек скажет, ой, давай две. Но одну он точно уже не может, как говорится, взять. Потому что вы ему предлагаете, вам сколько по такой халяве, две или три? К тому же у туши и срок годности три года. Поэтому по такой цене девушкам можно акцентировать внимание, набрать про запас. Насколько туши хватает? Ну, где-то два-три месяца нужно менять тушь. Ну, вот через два месяца вы уже пойдете покупать тушь за 500 рублей или же достанете, так сказать, из заначки тушь, которую вы купили за 169 рублей. Разница может быть и незаметная на первый взгляд, но она существенная. Об этом нужно говорить людям. Это точно. Это понятно, ребят, поставьте плюсики. Мне кажется, уже многие для себя отметили, что проще делить на части, и тогда будет все легко. И есть классная вещь такая, как аффирмация. Я их всегда проговариваю. Я всегда говорю, я притягиваю много клиентов, много заказов, много улыбок. И у меня все получается. То есть, когда мы выходим из дома, раздавать каталоги, нужно с собой еще взять настрой. Настрой, который будет притягивать людей. И они будут сами вас потом уже, как говорится, выбирать, чтобы вы приходили или не приходили. Итак, подведем итоги сегодняшнего семинара. Хотим вам донести информацию о необходимости личного товара оборота в 150 баллов. О легкости. О легкости, о необходимости для получения зарплаты. Если вы имеете возможность ежекаталожно баловать свою семью новыми продуктами, заказывая от 150 баллов и выше, то забудьте про этот семинар. Вам он не нужен. Вы работаете дальше, пользуетесь только лично продукцией и рекрутируете, приглашаете людей в команду. Если у вас не получается лично заказывать на 150 баллов, берите каталог в руки и идите на улицу. 150 баллов – это гарант получения всех премий, бонусов, зарплат в компании Арифлейм. Именно для этого мы и акцентируем внимание на данной цифре. Точно. А еще я вам хочу сказать, что когда я пришла только в Арифлейм, я мечтала себе покупать все, абсолютно все, и не глядя на цены, чтобы вот так вот листать каталог, и вот все, что нравится, прям так беру, беру, беру. И у меня такого не было, такой возможности всегда брала по минимуму. Ребята, вы знаете, когда вы станете директором, вам будет очень легко и просто выделить 5000 на то, чтобы себя побаловать продукцией, чтобы взять витаминки и себе, и деткам, и мужу, чтобы все были здоровы и хорошо, как говорится, выглядеть. Всю косметику, всю парфюмерию, знаете, без границ. Это очень приятный момент. Поэтому, да, есть к чему стремиться. И будучи уже на высоких уровнях и званиях, вы уже чувствуете, вы излучаете уверенность, энергию, позитив от работы в компании Арифлейм, и люди сами будут к вам тянуться, сами будут спрашивать вас новый каталог, просить принести, сами будут вам звонить, заказывать продукцию. То есть заказы повалятся к вам уже сами. Отовсюду. Отовсюду. Поэтому, пока вы на маленьких уровнях, делайте акцент на построение личной группы, построение бизнеса, группового товарооборота, и уже начиная с таких вот более существенных, приятных уровней, когда ваш доход будет уже тысячами исчисляться потенциальной, уже есть необходимость... Десятки тысячи. Десятки, да. Уже есть необходимость в создании личного товарооборота в 150 баллов. Так, Валерий спрашивает у нас, где получить каталог. Валерий, опять же, для начала можно воспользоваться онлайн-каталогом, электронным каталогом, и раскидать его по своим друзьям, родственникам, в соцсетях, или же посмотреть самому в кабинете, в личном кабинете Арифлэйм. Бумажный каталог мы можем получить, совершив абсолютно любой заказ, будь то даже кусочек мыла стоимостью 40 рублей, или же заказ на те же 150 баллов и выше. Бумажный каталог нам приходит автоматически. И как вариант, если не хотите просто так делать заказ, даже тот же самый маленький вариант, зайти в ближайший офис Арифлэйм и купить за 30-35 рублей каталог прямо там, на месте. Верно. Ребят, какие у вас есть вопросы, пишите. И напишите, пожалуйста, обратную связь, что вам сегодня было полезное в нашем семинаре. Надеемся, что информация вам пригодится. И для вас этот вопрос, быть или не быть, смогу, не смогу, он уже не стоял вообще. Чтобы это было легко, вот так вот прям, 150 баллов прям в первый же день каталога. Легко, как у Татьяны Поповой прямо сейчас за время проведения данного семинара. Да, мне сейчас тоже клиентка звонила, я отбила ее звонок. Она раз пять уже, наверное, позвонила. Да, сейчас, наверное, будет еще тоже заказик еще. Пишите, пожалуйста, обратную связь, что понравилось, что будете применять прямо в ближайшее время. Запись семинара сделали, сейчас обработаем и выложим его вам для дальнейшего пересмотра, для использования фраз, техник. Позитивно, молодец, Танюш. Истинные, истинные лидеры всегда позитивны, да, и держат марку. Все понравилось? Супер. Тогда спасибо вам огромное за внимание. Притягивайте много клиентов, много заказов. И, конечно же, ставьте себе цель в первую очередь, это произвести первое неизгладимое впечатление. И не забываем про личные... Про зарплату. И много улыбок. Все, спасибо вам огромное. До новых встреч. Завтра у нас будет классный семинар как раз по продукции. Будут вести наши косметологи. Приходите, чтобы задать все вопросы, потому что клиенты, когда будут спрашивать, чтобы вы уже могли так сказать. Да я уже все знаю, вообще все круто. Смотрите, вам вот это подойдет или вот это, а вот это вам вообще не надо. Все, спасибо. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока. Что-то наружу. Взяли, подняться. Да ну.